Всем привет! В этом видео я хотела бы вам показать, чем я занималась эту неделю. Сшила я вот такой вот костюмчик для своей девочки. Как я вам показывала в предыдущем видео, ткань идет двухсторонняя. Весь костюм я выполнила с помощью четырехниточного оверлока. Резиночку я притачала и спрятала ее внутри. Очень много раз я видела, как делают такие бренды, как Zara, Mango. На своих изделиях я решила попробовать точно так же сделать. Это у меня первый раз, когда я так делаю. Перед тем, как стачивать изделия, я настрочила такие декоративные сердечки. Получается, выкроила я их из этой же основной ткани. На этот костюм я покупала один метр ткани. И полностью у меня этот один метр и ушел. На самом деле остался маленький кусочек ткани. И из него я планирую сшить вот такую вот шапочку. И думаю, что получится довольно-таки неплохой домашний комплект одежды. Купила на распродаже вот такую вот ткань. Из нее сшила один детский такой костюмчик на возраст 4 года. И из остатка ткани я сшила вот такие вот штанишки. Ткань очень мягкая, приятная. Здесь точно так же все сшито на верлоке. Такие вот штанишки. Ткань идет безумно мягкая, безумно приятная. На ощупь она мягкая как внутри, так и снаружи. В общем, настолько я довольна этой тканью. Один метр стоит 12 динар. И я решила купить полметра ткани. И с полметра ткани у меня вышло две пары детских штанишек. Почему я шью штанишки? Потому что жасмина за лето вытянулась. И эту неделю я посвятила полностью пошиву детских штанов. Также у нас есть вот такие вот штанишки на возраст 2 годика. И жасмини они маловаты. Но я решила сшить наподобие такие же штанишки. Это идет штанишки вместе с юбочкой. Посмотрите, насколько прикольная идея. Получаются обычные штанишки. И наверх они наложили юбочку. И все это сделано на поясе. В общем, мне настолько нравится эта идея. Особенно девочки, они очень любят юбочки носить. Но здесь уже идет как бы теплые штанишки. Поэтому отличный вариант. Последняя я показывала вам вот такую вот ткань. И сейчас хотела бы немножко показать вам тунику, которую я сшила на себя. Здесь у меня получается полтора метра. Сшила я ее удлиненную. Спинка у меня идет немножко длиннее. И получается я немножко вот сюда ее завернула наверх, наизнанку. Чтобы при ходьбе у меня не было вот такой вот белой ткани. А было все красиво. И вот я сделала вот таким вот образом. За верхний срез я метала. Все это вручную я вот прошила. И с лица ничего абсолютно не видно. Тунику я решила сделать немножко нестандартной, оригинальной. Сделала вот такие вот большие карманы. Карманы у меня идут асимметричные. Если честно, мне это очень понравилось. Очень нравится. И тунику я сделала вот с таким вот воротом. Потому что когда едешь в такси, нереально просто надувает на шею. А здесь чтобы ну хоть прикрываться можно было. Поэтому такая вот у меня получилась оригинальная туника. И еще хотела вам сказать. Я дошила свои свитера мороженки. Можете посмотреть, как они выглядят на нас. Спасибо вам всем за мои просмотры. За то, что подписываетесь. За то, что комментируете мои видео. Напишите мне в комментариях, кто сейчас что шьет. Мне будет очень интересно посмотреть, почитать. Поддержите меня лайком. И всем пока-пока.